Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной день зовет нас на рыбалку Погода нас совсем перестала баловать своей прекрасностью И мы вот в этот снегопад, в жуткий ветер Отправляемся на лед в поисках рыбацкого счастья Вперед! Очередной циклон зашел на наши территории И давай засыпать снегом Да с ветерком не слабым Так что выбраться на какой-то водоем подальше от шумного города не получается Ясно Мы пойдем чуть подальше Барш затопленный Все замело и засыпало снегом Теперь надо ждать погоды и пионеров, что прочистит и укатает дороги к рыбацким местам А пока довольствуемся тем, что уже есть И этого у нас, слава богу, немало Сегодня мы добрались до Самарки, где лед в заливе уже больше 10 сантиметров Пушистый снег не сильно мешает передвижению по льду Зато укрывает участки прозрачного льда И можно надеяться на клев рыбы Ну, по крайней мере, она не будет пугаться рыболова Рыбалка наша, все! Итак, 100 метров от берега, глубина около 3-5 метров Находим границу перепада глубины и начинаем ждать Начинается поиск окуня крупного Вот первый любопытный окунек выскочил на нас поглазеть Нет, не за такими малышами мы сюда пришли В лунку его Ну что ж, вот и первая поклевка, которую мне удалось реализовать Может, крупнее какая-то будет, сейчас проверю Другой чуть больше прежнего, но тоже не то Бегаем, ищем, сидим, ждем Здравствуйте, дорогие телезрители! В середине декабря в Челябинской области на озере Сугояк Прошел Кубок России по ловле рыбы на мормышку со льда Как проходили данные соревнования, вы увидите в этом сюжете Константин, какая рыба клюет? Рыба пока сейчас неизвестна, сейчас проверять, смотреть Но рассчитываем сегодня попробовать, выкормить Чебака Полотва в народе Местное название у Челябинцев Чебак То есть будешь искать бель сегодня, да? Да, пытаюсь раскормить бель Хорошо Смотрим, что малыш сел Погода не радует нас сегодня порывами сильного ветра Но рыболовым спортсменам любые тяжелые условия нипочем И Константин, пробурив несколько лунок, решил преподнести рыбе угощение В виде прикормки из живого, вареного, мормыша в перемешку с мелким кормовым мотылем Некоторые же спортсмены решили попытаться разузнать, что же творится на дне озерном, в приглядку Благо на водоеме остались пятна прозрачного, как стекло, не покрытого снегом льда А Константин тем временем приступил к ловле И нашел такий способ выманить рыбу озера Сугаяк А мы тем временем переносимся в вахтовый зал базы Которая приняла такое большое количество рыболовов-спортсменов Где небезызвестная команда Айсфан делится своими секретами успешной ловли И более интересным зашел разговор о зимних прикормках Давайте их послушаем Рекомендации, что зимой сильная и интенсивная ароматика Это не очень здорово Потому что рыба осторожная, там еще что-то Ну и вроде бы как это рассказывают авторитетные люди И ну как-то принято На самом деле все немножко не так И это наверное пришло к нам от карпятников Роман занимается карпой, рыбалкой И действительно при ловле карпа Англичане советуют, что зимой надо Какие-то использовать ароматы, скажем, мягкие Мало концентрированные То есть не такие интенсивные При ловле карпа может быть это актуально Ну зимы разные все-таки Да А английских карпятников Вообще все, скажем так, тренды Веяния и так далее по прикормке Они идут из Европы То есть законодатели морд Это наверное англичане, французы, итальянцы Где зима, ну совсем другая И зима они ловят на поплавок, на хидр и так далее По открытой воде При кормке на подлещика Момент ароматизации Он, наверное, имеет меньшее значение Чем, скажем, на плотву Потому что, опять же, леща при кормлении пользуется в первую очередь боковой линией И обоняние у него стоит на втором месте На первом месте это рыбы, которые питаются, скажем так, менее подвижными У них объекты корма менее подвижные Ну это, опять же, это какой-то бентос Это организм, которые живут в придонных слоях И, соответственно, растительные яды То есть плотва, которая у нас привыкла летом питаться, скажем так, растительной пищей Зимой растение у нас отмирает Она переходит на животные компоненты Она ориентируется при питании, в первую очередь, на обоняние И при ловле плотвы, при подготовке, при кормке для плотвы Запах, он имеет самое важное значение Поэтому при ловле плотвы эти эксперименты более важны И вот, наконец-то, открытие соревнований Два тура, два дня Спортсмены и спортсменки боролись за звание лучших рыболовов России Пытаясь обловить соперников в своих зонах Противостоя погодным условиям и физической выдержке И, конечно же, награды нашли своих чемпионов Давайте же посмотрим на их счастливые лица За третье место с суммой мест шесть Суммой баллов шесть тысяч пятьдесят четыре Награждается Киселева Татьяна Тульская область За первое место с суммой мест пять С суммой баллов шесть тысяч триста восемьдесят шесть Награждается фабрикантова Ольга Железовская область Тренер Соткин Сергей За первое место с суммой мест пять С суммой баллов семь тысяч триста семьдесят восемь Награждается Котова Татьяна Челябинская область Тренер Соткин Сергей Браво, друзья, браво! Далее происходило награждение победителей Кубка России в мужском зачете За третье место с суммой мест шесть С суммой баллов семь тысяч триста восемьдесят Награждается Яшков Максим Чайбинская область За второе место с суммой мест пять Награждается Евгодимов Иван Шесть тысяч два И за первое место с суммой мест пять С суммой баллов девять тысяч восемьсот сорок шесть Награждается Яшков Максим Ленинградское общество Кубка России в городах один Ну и далее командный зачет стильдей мужчин За третье место с суммой мест шестьдесят семь С суммой баллов двадцать четыре тысячи шестьдесят шесть Награждается Команда Челябинская область два В составе Суев Артем Акулов Его Евгодимов Иван Акунин Роман Кетеренин Волков Андрей Друзья, просим вас всех сюда И за постой суньянин Константин Просим вас всех сюда, друзья Посмотрите, какие они счастливые, друзья Давайте покромче их подержим Молодцы, ребята За второе место с суммой мест пятьдесят два Суммой баллов двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят семь Награждается команда Владимир В Владимирской области В составе Кудряс и контрей Кренер Павер Кренер Павер Федосиев Александр Кренер Парик Олег За первое место с суммой мест Пятьдесят один Суммой баллов Двадцать пять тысяч двести сорок две Награждается команда Челябинская область Владимир Ура, друзья В составе Ашмарин Леонид Екремов Андрей Малашин Арсений Ниманов Андрей Кренер Кокриков Юрий Браво, друзья Слава Челябинску Ну а я с вами на этом прощаюсь Рыбачьте Занимайтесь любимым хобби При желании увлекайтесь рыболовным спортом Хорошего вам клёва И победа До новых встреч Василий рассказал нам интересную историю Когда к нам прибежал местный барбос Волчок В третьем затоне Браконьерская собака Лысый Кличка Подошёл Угостился печеньем Отошёл три метра Сел и лает Я подошёл, где он лаял Пробурил лунку Опустил блесну И поймал щуку на два килограмма А ни у кого не клевало И после этого можно не верить в чудеса Можно и так на это посмотреть Господь сказал Истинно говорю вам Так как вы сделали это одному из братьев моих меньших То сделали мне Сегодня мы увидели это чудо В виде единственной зачётной рыбы Затем ещё некоторое время бегали мы по водоёму В поисках рыбацкого счастья Но только малёк судака согласился на поклёвку Да уж Вот оно рыбацкое счастье Вот кто самый активный Белочёвка Надо отпускать его скорее Опа Не попал Плыви давай Пошёл, пошёл, пошёл Ветер не стихал и снег валил Время пролетело и пора собираться домой Ну что ж, дорогие друзья Вот и подошла к концу наша сегодняшняя программа До новых встреч И рыбацкого счастья Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова